Я Пол. Вы здесь не случайно. Бог не отвернулся от вас. Ваши лучшие дни ждут вас впереди, и вы победитель в жизни, потому что в вас живет Иисус. Евангелие последовательно. Оно никогда не меняется. Иисус тоже последовательная личность, но Его пути и чудеса всегда новые. Он не застрял в старых способах совершения чудес. Если Он исцелил слепого, сделав брение из грязи, это не значит, что Он всегда так исцеляет больных. Он не всегда исцеляет парализованных, только когда их спускает на носилках с крыши. Он приносит в церковь новые стратегии чудес. Сегодня я покажу вам местописания, которые введут нас в новое время. Мир меняется чуть ли не каждый час. Появляются новые правила, и мы никогда не знаем, что будет потом. Если мы сопротивляемся переменам, боимся их или утомляемся от них, нам стоит приблизиться к тому, кто приносит самые колоссальные перемены в этот мир. Самый большой агент перемен всех времен – это Бог. Это Бог создал сандаловые деревья, и это Он создал все океаны, и каждая волна в океане – это новая волна. Бог сотворил звезды и небо, и все звезды Он создал разными. Бог создал рассветы и закаты. Мы каждый раз видим разные структуры из облаков. Бог каждый день по-разному раскрашивает небо. Он понимает перемены лучше, чем кто-либо. Лучше ученых, Он мудрее всех докторов наук, Он лучший лидер, Он видит наперед, что будет дальше, и Он знает, к чему нужно приготовиться. Мы должны просить Его принести нас в готовность к предстоящим переменам в мире. Откройте Библию на 24 главе Луки. Мы будем читать с первого стиха. Слава Господу за Его живое слово. Я хочу попросить кого-то из служителей прочитать нам это место. Зак, давай. Луки 24, 1. Да! Отлично. Луки 24, 1. Луки 24, 1. Зак, помоги нам, пожалуйста. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие нашли камень, отваленным от гроба. И, войдя, они нашли тело Господа Иисуса. Когда же неудоумевали они о сём, вдруг предстали перед ним два мужа в одеждах, плестающих. И когда они были в страхе и наклонили лица своих к земле, сказали им, что вы ищете живого между мёртвыми. Здесь остановимся. Что вы ищете живого между мёртвыми? Эти женщины были ранней церковью. Бог использует и мужчин, и женщин. Женщины не были на затворках. Те из мужчин, кто имеет что-то против служения женщин на передовых позициях, обратите внимание на место Писания. Женщины первыми узнали, что Иисуса больше нет в гробнице. Но у каждого отрывка Писания есть скрытое значение. Мы не должны довольствоваться тем, что лежит на поверхности. Эти женщины пошли туда, где они ожидали увидеть своего пастора. Они пришли туда, где в последний раз видели его. Но его там уже не было. Он был уже в другом месте. Утром на Пасху я зашёл в этот зал, и он был пуст. Я подумал, это первое пасхальное утро в моей жизни, когда наше служение не будет проходить в этом зале. Я вырос в пасторской семье. Мы всегда на Пасху приходили на служение в церковь, в наше прежнее здание, и затем сюда. Бог сказал мне тогда, так же, как ты видишь этот пустой зал, они увидели пустую гробницу. И что, если церковь после COVID-19 будет не такой, как церковь до COVID-19? Женщины вернулись к пустой гробнице, потому что это было естественным местом, где они могли бы увидеть своего пастора. Люди приезжали в церковь на Пасху в этом году и целовали замок. Они не знали, что мы проводим служение онлайн. У нас было рекордное количество просмотров. Сотни тысяч людей побывали на нашем пасхальном служении онлайн. Это было мощно. Огромное количество людей получили спасение. Ещё никогда мы, как церковь, не достигали в пасхальную неделю такое множество людей. Бог говорит нам, не нужно возвращаться к гробнице. То, что вы ищете живого между мёртвыми. Зачем применять старые стратегии в новом мире? Библия говорит, что Бог проводит нас из славы в славу, из силы в силу. Мы служим прогрессивному Богу, который постоянно ведёт свою церковь к новым путям и стратегиям, из славы в славу. Бог не застрял на месте и не хочет, чтобы его церковь стояла на месте. Он хочет, чтобы его церковь искала новые пути. И ангелы говорят женщинам, его здесь нет. Он хочет повести вас к чему-то новому. Даже если там, где вы сейчас хорошо, Бог ведёт вас к лучшему. Это новое для вас. И это то, что Бог приготовил для вас. Вам нужно выйти из пустой гробницы и войти в новый сезон жизни. Бог призывает нас сегодня искать новые стратегии. И если надо разобрать крышу, чтобы дать надежду тем, кто её потерял, смотрите, что было дальше. Зак, Зак, прочитай, пожалуйста, дальше. Что вы ищете живого между мёртвыми? Его здесь нет. Он воскрес. Вспомните, как Он говорил вам, когда был ещё в Галилее, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руках грешнику. Здесь остановимся. Иисус заранее сказал им, что произойдёт. Для Него всё это не было случайностью. И также в Евангелии Он предупредил нас о том, что будут скорби, что будут глады и моры, и будут воины и военные слухи. Мы всё ближе к концу времён. Бог не застигнут врасплох. У Него есть план. И мы должны прислушаться к тому, что Он сейчас говорит своим детям. Вместо того, чтобы весь день слушать СНН, вместо того, чтобы слушать учёных и экспертов, иногда это нужно делать. Но не это должно наполнять все наши мысли. Мнения разных экспертов просто нас запутают. Почему бы, прежде всего, не прислушаться к самому важному из всех мнений? Почему бы не обратиться к Слову Божьему? Посреди пандемии у Бога есть план. То, что мир называет кризисом. Бог называет уроком. И Бог научит нас чему-то новому через этот кризис. Это тест. Это контрольная работа. Но чтобы хорошо её написать, вам нужно слушать голос Бога. Вместо того, чтобы смотреть новости по телеку или слушать разных лидеров. Почему бы не прислушаться к лучшему лекарю и к самому авторитетному мнению? Почему бы не положиться на его обетование? Он пережил всех людей на земле. Все законы, все вирусы и все медицинские методы. Вот кого мы должны слушать. Мне нравится, что женщины побежали вперёд, потому что они поняли, что произошло в воскресенье. А сейчас давайте перепрыгнем на 13 стих той же главы. Луки 24, 13. Я хочу, чтобы это прочитал кто-нибудь из сестёр. Давайте постараем. В тот же день шли двое вселение Стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эмаус, и разговаривали между собою о всех сих событиях. И когда они рассуждали, сам Иисус, приблизившись, пошёл с ними. Но на глазах их были удержаны, так что они и не узнали его. И он сказал им, о чём это вы? Идея рассуждения между собою. Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ, неужели ты один из пришедших в Иерусалим и не знаешь о происшествии в нём эти дни? Хорошо, здесь остановимся. Это как если бы вы говорили с вашим знакомым о COVID-19, о происходящем в мире кризисе, и вдруг кто-то подходит к вам и говорит, о чём это вы? Вы бы в недоумении сказали, вы что, всё это время жили, закопав голову в песок? В мире столько всего произошло, но в данном случае Иисус не просто хочет рассказать им о том, что случилось, Он их ведёт к чему-то новому. Он говорит, я знаю, вам больно, все ваши ожидания не оправдались, в жизни произошло столько изменений, но я здесь. Иисус близок к сокрушённым сердцем, и посреди всех этих перемен Он будет вести вас. На этой неделе я общался в чате с 82-летней женщиной. Это было время онлайн-служения в среду. Она написала, я видела столько перемен за свою жизнь, и я жду с нетерпением, что Бог сделает для церкви в этот раз. И я подумал, какое сильное слово. Она не обожествляла прошлое, не ностальгировала, не говорила, раньше было лучше. Но она сказала, я видела немало перемен за свою жизнь, и я в ожидании очередных изменений. Я с нетерпением жду, когда Бог приведёт свою церковь. Пора быть в трепетном ожидании. Но вы скажете, но, Пол, нам трудно, мы в отчаянии. Смотри, что было дальше. Эми, читай. Если Бог не изменяет обстоятельства, Он изменяет взгляд на них. Он говорит, вы думаете, вам нанесён вред, но я обращу это вам ко благу. Я дам вам надежду и будущность. Ваши лучшие дни ещё впереди, и вы это увидите. Это касается церкви, вашей семьи, вашего будущего. Лучшее впереди. Я знаю. Давай, Эми. И сказал им, о чём? А они сказали ему, что было с Иисусом, который был пророк, сильный в деле и слове перед Богом и народом, как предали Его священники и начальники для осуждения насмерть и распяли Его. А мы надеялись было, что Он и есть Тот, кто избавит Израиль. Послушайте, они сказали, мы надеялись. У нас с вами, возможно, рухнули надежды. Мы планировали так, а получилось иначе. Бог никогда не делает всё по нашему сценарию. Он делает то, что лучше, Ему виднее. Вы не знаете, что лучше для вас, а Бог знает. Вам известны лишь ваши желания, а Бог знает, что вам нужно. Бог не автор кризиса, но Он использует кризис, чтобы Его церковь усвоила урок и перешла на новый уровень. Если вы проходите уровень, Бог приготовил для вас нечто новое. и великое посреди всех проблем и пандемии. Бог не является автором COVID-19, но Он знает, как использовать кризис. Бог меняет модель церкви. Он делает это для вас. Итак, они утратили надежду. Читаем, что же произошло дальше. Уже третий день ныне, как это произошло, но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тела его, и, придя, сказывали, что они видели ангелов, которые говорят, что он жив, и пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. «Тогда сказали им, о немысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, но не так ли надлежало пострадать Христу и войти во славу свою, и изъяснял им сказанное о нем в Писании». Эта встреча произошла по пути из Иерусалима, место боли. Они убегали с места, где они столкнулись с болью и проблемами. Ой, если бы они знали, что лучше не убегать оттуда, но взглянуть на все проблемы другими глазами, потому что вскоре Иисус откроет им глаза и перенаправит их путь. Они шли из Иерусалима в Имаус. Но после этой истории они опять возвратились в Иерусалим. Почему? Потому что встретились с Иисусом. Кто-то из вас, возможно, хочет поставить точку в своем браке. Вы хотите сбежать с того места, где боль. Вы готовы оставить своих детей. Кто-то из вас разочарован и потерял надежду. Когда изрельтяне были в рабстве в Египте, наступил момент, когда их страдания достигли пика. Они больше не могли терпеть боль, и кнут египтян, терпеть контроль со стороны правительства. Их боль достигла уже такой степени, что им ничего не оставалось, как, наконец, воззвать к Богу об избавлении. А может, как раз сейчас Бог призывает свою церковь воззвать к Нему, покаяться и войти в новое время. Последнее время мы, как церковь, видим тысячи людей, которые взывают к Богу. Бог движется по-новому. Каждую неделю спасаются тысячи людей. Они получают продукты и спасение. Это новый уровень для нас, как церкви. И все это потому, что Бог использует это время кризиса. То, что было нормой, изменилось. В воздухе парят перемены. Если вы будете слушать Бога, Он приведет вас на новый уровень. И приблизились они к тому селению, в которое шли. И Он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали Его. И Он остался с ними. И 30 стих. И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, переломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим для них. И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше. Бог хочет разжечь новый огонь в нашей церкви. Многие люди застряли на мелкоте, а Господь хочет повести нас на глубину. Он приглашает нас, бездна, бездну призывает. Пора пойти дальше, пойти в глубины. Пора этой церкви изменить модели христианства с поверхностной на глубокую. Это время для церкви идти вперед, а не отступать в страхе. Не стоит возвращаться к пустой гробнице, к прежней модели церкви. Это новое время и новая стратегия для церкви. Хочу вам показать еще одну историю. 21 глава Иоанна, стих 1. После того опять явился Иисус ученикам Своим Примори Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, и Нафанаил, и сыновья Зеведеевы. Симон Петр говорит им, «Иду ловить рыбу, кто со мной?» Говорят ему, «Идем и мы с тобой». Они вернулись к прежнему укладу жизни, к тому, что казалось нормой до встречи с Иисусом. Петр был профессиональным рыбаком. Он сказал, «Устал я от таких перемен, все это слишком больно. Я возвращаюсь к прежнему стилю жизни, к тому, что я раньше считал нормой». Но вот, что происходит дальше. Пошли и тотчас вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. То, что было нормой, больше не работало. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Как часто мы не замечаем Иисуса, а Он совсем рядом. Он пытается говорить нам через проповедника в интернете, через рекламу. Бог говорит самыми разными путями. Через билборд на дороге, пути Господни, чтобы проговорить к вашему сердцу. Совершенно уникальны. Господь зовет учеников, но они еще не поняли, что это Иисус. Они думали, это незнакомый человек. Иисус говорит им, дети, есть ли у вас какая-то пища? Они отвечали ему, нет, мне кажется, что по идее они должны были быть в недоумении, что какой-то незнакомец на берегу лезет в их дела и интересуется их уловом. На тот момент их сердца были достаточно мягкими, чтобы согласиться на то, что сказал им незнакомец. Он сказал, «Закиньте сеть по правую сторону лодки». Ученые говорят, что левое полушарие отвечает за мыслительную и аналитическую деятельность. Те, у кого больше развито левое полушарие, постоянно размышляют, все просчитывают. Они полагаются только на логику. Те, у кого больше развито левое полушарие, а правое полушарие, говорят ученые. Отвечают за воображение, за наши мечты и творческую деятельность. Иисус говорит им этим, перестаньте полагаться только на логику, во всех путях своих, познавай его и не полагайся на свой разум. Закиньте сеть туда. Кажется, нет смысла закидывать сеть. Попробуйте новое. Понятие нормы изменилось, и если вы послушаетесь Бога, у вас будет новый улов. У него есть для вас рыба, которую вы еще не ловили. У него есть для вас новые идеи и методы. У него для вас есть новая норма. Но вам нужно перестать полагаться на логику и начать доверять ведению от Бога. Перестаньте идти на поводу паники и страха. Полагаться только на слова врачей и ученых. Многие люди живут в страхе депрессии, злясь на правительство. Но нам нужно спросить у Бога, что нам делать? Если мой компьютер замедляется, я понимаю, что нужно нажать на обновление. Мы настройки устарели. Может быть, настройки церкви тоже устарели и требуют обновления? Бог пытается принести нам новые методы и новые настройки. Бог пытается обновить ваш бизнес, ваше служение, ваш брак, ваши мечты и идеи. Он говорит, пора обновиться. И вот что происходит дальше. Ученики послушались Иисуса, хотя они не знали, что это Он. Он сказал им, закиньте сеть по правую сторону лодки и поймайте. Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, это Господь, «Послушайте, после того, как вы решитесь сделать шаг веры, вы поймете, что с вами говорил сам Бог. В первую неделю нашего служения, раздачи продуктов, я не знал, как все пойдет. Но затем я увидел, что на нашу парковку начали подъезжать сотни и даже тысячи машин. люди с интересом слушали и многие из них принимали спасение. Тогда я понял, это точно Бог, это точно Его идея. Бог не является автором COVID-19, но Он знает, как использовать кризис, чтобы катапультировать свою церковь на новый уровень сострадания и творчества. Бог меняет модель церкви, Он делает это для вас, и тогда они поняли, что это Господь. Петр прыгнул в воду. Это время нырнуть во что-то новое, в новый сезон с Богом. И когда они сошли на берег, они увидели, что Иисус сидел у огня с горящими углями. Я повторю, что Бог желает разжечь новый огонь в этой церкви, новый огонь в вашем доме и в ваших отношениях с Богом. Иисус пригласил их позавтракать с Ним. Он вот-вот представит им новую норму жизни, норму без усилий плоти. Существует два способа, как мы можем смотреть на кризис, на карантин. Либо вы считаете, что это тупик, либо воспринимаете это как приглашение к переменам. Не упустите эту возможность, но положитесь на то, что вам показывает Бог. Наша церковь меняет в лучшую сторону. Скоро мы снова сможем собираться здесь все вместе, но я верю, будет свежий ветер и свежий огонь. Я верю, что будет, как в книге Деяний, будет новое движение Иисуса. Пробуждение на улицах, пробуждение и внутри зданий, и снаружи. Я верю, что будет пробуждение в наших домах. Будут создаваться новые малые группы по всему миру, где люди могут общаться, преломлять вместе хлеб и разбирать Писание. Мы вступим в новую норму от Господа. Он приготовил для своей церкви нечто новое. Заметьте, что как только ученики перестали делать что-то по-своему, но начали делать то, что сказал им Бог, они за один раз ловили больше рыбы, чем когда-либо. Библия говорит, они поймали 153 рыбы. Исследователи Библии считают, что на то время было 153 известных вида рыб. Возможно, автор говорит этим, что они не просто поймали 153, но новых рыбы. Это указывает на разнообразие, на что-то новое. Возможно, через это Бог говорит нашей церкви, вы ловили рыбу своим способом, и кое-что у вас выходило. Но если вы закинете на другую сторону лодки, вы поймете всякое племя и всякий язык, и белых, и черных, и азиатов, и республиканцев, и демократов, филиппийцев, австралийцев, африканцев, канадцев, бразильцев, жителей Флориды, людей со всего мира. Бог призывает в свою лодку самых разных людей. Я надеюсь, вас коснулась сегодняшняя проповедь. Надеюсь, она напомнила вам, что несмотря на то, что норма изменилась, Божий характер не изменен. Эта пандемия не застигла Бога врасплох. Ваши проблемы не застигли Его врасплох. У Бога есть план для вас в это новое время. Сейчас не время для жалоб, отговорок и попыток вернуться к прежнему укладу жизни. Пора делать что-то новое и вере и двигаться вперед. Время писать новые страницы нашей жизни. Мне нравится, когда я читаю книгу, что в конце каждой главы я могу перевернуть и начинается новая глава этой книги. Я понимаю, что я дочитал главу и это уже достижение. Это вдохновляет меня продолжать читать. Это подталкивает меня вперед. Так же и мы с вами сейчас на новой странице. Не нужно оборачиваться назад. У Бога есть для нас впереди что-то новое. Мы должны смотреть вперед с ожиданием и верой. Если вы потеряли работу, Бог даст вам новую. Если вы потеряли тот уклад жизни, что у вас был, верьте, что Он приготовил для вас новое. Оставьте жалобы и злость и смотрите вперед с надеждой. Молитесь и ожидайте чудес от Бога. Я приглашаю вас помолиться сейчас со мной. Давайте скажем, Господь, я сдаюсь в Твои руки и ожидаю, что в этот новый сезон моей жизни Ты сотворишь нечто мощное. Я готов к новой норме. Я полностью доверяюсь Тебе. Во имя Иисуса. Аминь. Это именно то, что сделали ученики. Как вы слышали в проповеди, когда они послушались Бога и закинули сети, они поймали свой самый лучший улов. Я верю, что Бог даст вам новые задачи и стратегии, и вы увидите прорыв. И никогда не забывайте, что ваши лучшие дни прямо перед вами. Редактор субтитров А.Семкин